11.06 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». В студии Вадим Шабалин и Светлана Занько. Добрый день. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Да, добрый день всем. У нас два часа работы, как обычно, по средам. Напоминаю, что программа «Разворот на бизнес» проходит при поддержке нашего партнера завода «Сельмаш» два раза в месяц. И потом сокращенная версия программы, основная, главная суть ее, идет в свежий номер газеты «Бизнес новости». И на сайт «Бизнес новости». И на сайт «Бизнес новости», и на сайт «Эхо Москвы», «Эхо Кирова», простите. И у нас будут две темы сегодня. Нетипичная ситуация для «Разворот на бизнес», но две темы очень сейчас актуальны для бизнесменов. Во втором часе, после 12-ти, мы поговорим о том, кто и что зарабатывает на цифровизации региона. Большие и крупные проекты проходят в Кировской области. В них задействованы все ведущие телекоммуникационные компании. И мы хотим разобраться, какие средства, откуда поступают на цифру в регионе. Собственно говоря, что от этого получает бизнес, что получает от этого потребитель. В студии у нас будет Юрий Палюх, министр информационных технологий Кировской области, и Евгений Валов, директор Кировской филиала «Паурус Телеком». А в первом часе тема совершенно другая. Тема очень важная буквально для всех и руководителей, и служащих, для каждого человека, который занимается бизнесом в той или иной его форме. Мы говорим о передовом опыте, который передается из рук в руки. Как образование двигает бизнес? Вот тема первого часа. Ты можешь представить, Вадим, гостей. Наши гости Алексей Обжарин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. Здравствуйте. Тут еще важно отметить, что Алексей сегодня в программе выступает как лидер команды организаторов большого мероприятия, которое планируется в сентябре, даже не планируется, а состоится. Это мероприятие называется «Так держать». Бизнес-форум «Так держать». Большой бизнес-форум. Первый, наверное, бизнес-форум такого звездного состава. Он будет в сентябре. Так вот, сегодня в нашем эфире Алексей выступает как организатор и как лидер команды агентства больших событий «Масштабные ребята». Я еще не привыкла. Это товарный знак, это новый проект. У нас вообще порядка десятка проектов, и мы не от клуба маркетологов организовываем этот форум. Я хочу специально уточнить. Потому что клуб маркетологов – это не коммерческое мероприятие, а здесь будет коммерческий проект, который в том числе принесет пользу бизнесу. И может быть даже вятской экономике. Разберемся, насколько такой форум может принести пользу и за счет чего могут бизнесмены продвинуться. Представляем дальше гостей. Наш второй гость – Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Юрий Анатольевич здесь присутствует как человек, который является партнером этого мероприятия, этого большого форума. Главным партнером. Главным партнером. Ну и кроме того, мы знаем уже по нашим эфирам и по личному общению, что позиция компании «Железно» и главы компании «Железно» – постоянное самообразование и движение вперед. Вот я здесь абсолютно разделяю эту историю, без этого никак. По телефону мы постараемся связаться с Радиславом Гондопасом. Это известнейший в России специалист по лидерству. Он будет принимать участие в форуме. И Александром Варанкиным, директором компании «Джули Новорс», очень известной компанией и в Кировской области, и в России, и за рубежом. Кирово-Чепецк, мебель. Давно мы не связывали с Александром Филипповичем его мнение, насколько действительно образовательные проекты, насколько действительно форумы нужны бизнесу, или это такая история про тусовку, встретиться, посмотреть друг другу в глаза, показать, какие мы большие и красивые, и разойтись. Здесь две есть точки зрения на этот счет. И мы на самом деле имеем опыт разных форумов. Каждый из нас побывал на подобных форумах, и они правда отличаются по своему качеству и по своей направленности. Есть форумы презентационные, где люди презентуют себя, показывают свои достижения. Но они тоже, бывает, несут хорошую нагрузку. Ты можешь получить новые контакты, новые связи, может быть, в дальнейшем контракты. А вот образовательные форумы, когда съезжается большое количество лидеров по передаче знаний в сфере бизнеса, они, я бы так сказала, к ним надо относиться с большой внимательностью и выбирать очень тщательно. Потому что очень много сейчас различного рода бизнес-тренеров, очень много сейчас людей, которые зарабатывают на том, что они умеют говорить. Не всегда это влечет за собой действительно получение каких-то знаний, потому что умение говорить с передачей знаний не всегда равны друг другу. Так вот, вот этот международный форум, который у нас пройдет в сентябре месяце, 6, 7 и 8 сентября, мы хотим разобрать по косточкам. Для кого он полезен? Кто приезжает? На чем делается акцент? И вот люди, которые сегодня будут у нас в составе, будут говорить об этом форуме, я уже понимаю, сделали свой выбор, они попытаются нас с Вадимом убедить, что это действительно интересно и важно, а мы с Вадимом будем задавать вопросы, которые, наверное, волнуют каждого, кто делает этот выбор. Потому что еще раз много онлайн-курсов, много различных форумов по стране и за рубежом. Как не ошибиться, как правильно составить расписание, имеет ли смысл принимать в нашем, в Кировском форуме. Вот это задача нашей первого часа. Мы, кстати, впервые делаем такую историю в развороте на бизнес. Надо, наверное, нам, Вадим, с тобой повнимательнее отнестись к образовательной программе для бизнесменов. Это нам близко. Это нам близко, безусловно. Алексею первому предоставляем слово, поскольку вы являетесь инициатором, насколько я понимаю, вашей командой организаторы. Вкратце расскажите нам, что это будет. Еще раз, 6-го, 7-го, 8-го. И как идея возникла в форуме? Идея возникла очень просто. После недели рекламы Юрий Анатольевич сказал, вам надо делать еще другие форумы. Захар, который здесь присутствует. Рядом. Это он виноват, если что. Как бы вот. Я думаю, все стрелки туда. Да, он рядом. И мозг начал работать. И нам было важно составить, вы правильно сказали, не просто какой-то клон чего-то еще, а, ну, как бы, анализируя различные форумы в Москве и в регионах, мы поняли, что важно найти баланс не только хороших спикеров, топовых, известных, но и тщательно подобрать то, что они будут нам давать. То есть не все равно, ну, знаете, такая частая история. Я съездил в Москву, посмотрел на известного спикера, но не помню, что он сказал. То есть вот такого быть не должно. Мы должны не просто посмотреть на известных людей, а получить такие знания, которые можно купить. Мы все бизнесмены, мы все понимаем, что мы вкладываем деньги, а еще, что важнее, время, там целых три дня, до самого позднего вечера будет программа очень насыщенная. Вот, и, конечно, чтобы люди пошли, они должны быть уверены, что те знания, которые они там получат, они смогут монетизировать, причем очень быстро, не когда-нибудь, а сразу после форума. Поэтому... Это большая ответственность, Алексей. Да, это большая ответственность, поэтому пол спикера по-доброму был таким образом, что даже Игорь Манн сказал, Алексей, так круто, что даже подозрительно. Уж его-то пронять невозможно, он каждый день выступает, там, каждую неделю на очень больших событиях. Отпишите нашим слушателям Игоря Мана. Игорь Манн, это... Потому что мы были с вами на его тренингах. Его часто называют номер один в России, в маркетинге. Он написал 17 книг по маркетингу, по продажам. Действительно, он в этом плане очень силен. И, как он сказал, у нас есть видеопреглашение на сайте такдержай.рф, как он сказал, что вы будете зарабатывать больше после форума. Вот главная цель этого форума такая, не просто потусоваться, а вы будете зарабатывать больше. Как тяжело было собрать 8 человек в одно время, в одном месте? Насколько трудоемкий процесс? Ну, скажу честно, делаем мы такой, конечно, масштабный проект впервые. И если бы сейчас отмотать назад, на машине времени сгонять в апрель месяц обратно, то мы бы, наверное, не ждали два месяца от некоторых спикеров ответ. Вот это, ждали бы, допустим, месяц. Я думаю, что вот этот месяц мы немножечко, скажем так, потеряли, потому что надо было принимать решение чуть раньше. Вот. Остальные спикеры отвечали нормально. Причем, хочу сказать, самый дорогой спикер Джон Шоул, гонорар, которому не разрешено говорить, это 1 миллион 700 тысяч рублей из США, плюс перелет 500 тысяч, плюс команда синхронного периода 500 тысяч. Вот я как бы цифры эти называю, потому что они интересны людям. Так вот, он еще до заключения договора пошел по всем фронтам на встречу и фотографии прислал, и видео приглашения прислал, и написал, что я еще могу сделать для вас, чтобы было больше участников. А ведь он по сервису будет нас учить, он номер один по сервису в мире. Ой, научите нас сервису, пожалуйста. Слушайте, я сейчас... Можно аэропорт победила в полном составе? Слушайте, я прочитал его очередную книжку «Реальные полномочия», и мне как бы стало и хорошо, и плохо. Хорошо от того, что теперь я знаю эти знания, а плохо от того, что как все вокруг, ну, тяжело воспринимать стало. Потому что очень, ну, правда, все бросается в глаза с большей резкостью, чем раньше. Итак, Джон Шоул, это эксперт по сервису, будет проводить мастер-класс, первоклассный сервис, как конкурентное преимущество. Мы уже начинаем так потихонечку двигаться по спикерам. Правда, вот что касается сервиса, то Кирову и области, ну, вот надо прямо, мне кажется, очень мощный рывок сделать вперед, потому что, к сожалению, даже на рэперных таких точках, еще раз там я обращаюсь, там, к Победилово, так, на входе где-то, там, на вокзалах, где угодно. Автовокзал в особенности. Автовокзалах, это мы сейчас говорим про общественные такие места, но, тем не менее, и в кафе, где вроде сервис должен быть прямо вот замечательный, нам еще... Светлана, а я вас поправлю, смотрите, сервиса не хватает во всем мире, и в России, и вы можете зайти на Тверской в Шоколадницу, и там будет обшарпанный туалет, очень грязный и так далее. Я лично заходил, мне очень удивился, и не приветливый персонал. Сервиса не хватает, по словам Джона Шоула, во все, во всем мире. Но Кирову может в этом плане повезти, что такого уровня специалист, такого уровня спикер целый день в субботу будет нас 8-го числа учить, как этот сервис улучшать. Ну вот я думаю, что все-таки, я, конечно, хочу послушать эту всю историю, я думаю, что сервис — это люди, прежде всего, а потом обшарпанные туалеты и остальное, хотя, конечно, желательно. Вот сервис — это люди, но мы посмотрим, что расскажет Джон Шоу, может быть, я изменю свою точку зрения, сейчас прервемся буквально на полминуты, и попробуем подключить по телефону еще одного спикера этого форума, Радислава Гондопаса, пару слов о нем сейчас перед выходом на перерыв, скажите, пожалуйста, Алексей. Радислав Гондопас — это известный спикер, бизнес-спикер, он очень востребован, очень дорогой, и у него все расписано на годы вперед, мы очень рады, что он согласился нам, вклинился в свой график в наш форум, это тоже номер один, так скажем, по лидерству, по личной эффективности, по аратовскому искусству, спикер его, ну, честно сказать, в дополнительных представлениях он не нуждается, его очень многие знают люди. Ну, у нас нуждается, у нас программа такая, чтобы представить всех, вот если сейчас нам удастся его набрать по телефону, мы выведем его в эфир через полминуты после перерыва. Итак, мы в преддверии большого бизнес-форума, который пройдет 6, 7, 8 сентября в Кирове, под названием «Так держать» делаем сегодняшний разворот на бизнес, первый час этому посвящаем, и будем, наверное, мы с Вадимом так обсудили, решили делать и дальше такие истории, потому что, конечно, и образовательные процессы должны постоянно сопровождать бизнес, без них он не развивается. Очень многие компетенции необходимо кому-то подтягивать, кому-то приобретать, а приобретать вообще всегда надо компетенции новые, совершенствовать их. И вот сейчас мы представляем спикеров, которые будут на этом форуме, постараемся связаться с Радиславом Гондопасом. Я знаю, что он, наверное, не в стране сейчас, да, где-то за ее пределами, так что не факт, что будет связь, но попробуем его набрать. Я вижу, что это специалист по лидерству, ораторскому искусству, бизнес-тренер. Кстати, меня как родителя, это к бизнесу, конечно, не имеет отношения, но заинтересовала история, что Радислав также по лидерству дает тренинги для детей. Мы, когда растем, мы все время думаем, можем мы передать своему ребенку какие-то лидерские такие позиции или нет. будет ли он в жизни успешен или нет. Мы всегда волнуемся, особенно, когда они в подростковом возрасте. Часто нас психологи останавливают и говорят, делать это не надо, но мне кажется, что, конечно, надо. И здесь вот помощь таких вот людей, как Гондопас, тренеров, которые приезжают, и там курсы, которые ты берешь, очень часто корректируют твою позицию и помогают тебе в том числе и правильно не только с бизнесом своим работать. Ну и с ребенком. Ну и с ребенком, совершенно верно. Продвигаемся дальше, пока мы, пока, пока что не отвечает мобильный телефон Радислава. Алексей, расскажите, на ваш взгляд, целевая аудитория форума? А давай мы все-таки передадим слово Юрию Захарову. Да, Юрию Захарову, гендиректор девелоперской компании «Железно», который является партнером этого форума. Да, я понимаю, что это важно отмечать, конечно. Пожалуйста, Юрий, понятно, что раз уж вы инициировали такую историю, Алексею дали эту идею, то, наверное, вы ее и поддержали. Вы участвовали в отборе спикеров? Да, безусловно, мы с Алексеем обсуждали спикеров. Я, наверное, здесь больше рассказывал спикерах, на которых я сам присутствовал. Это, безусловно, Ицхак Адизис и Джон Шоу. Нас с Ицхаком Адизисом связывают долгие годы сотрудничества именно с его институтом, потому что вся деятельность компании «Железно» основана на методологии Ицхака Адизиса по управлению компанией. Ну, и тут уместно будет вставить, что буквально недавно на предыдущем нашем развороте на бизнес, а потом на «Урбане» строительные компании, представители строительных компаний Кировской области озвучили здесь в прямом эфире, что приход «Железно» переломил ситуацию в строительной отрасли региона коренным образом просто и задал новый тренд. Пришлось, сначала не верили, там говорили, ничего у них там не получится, будем строить, как строили. Теперь не могут работать в других условиях. И прямо это было озвучено здесь. И выходят на другие уровни, начинают тоже обучаться, подходить комплексно к развитию территории. Так что, может быть, как раз Ицхака Адизис косвенно через «Железно» повлиял на историю со строительным рынком Кировской области. Да, безусловно. Так же, как повлиял Джон Шоуэлл после того, как я в свое время посетил, послушал доклад Джона Шоуэлла в Москве. Конечно, многое переосмыслил в своей жизни. Вообще, действительно, хотелось привезти именно Шоуэлла в Киров, потому что, как мы все, наверное, тут отметили достаточно объективно и единодушно, что с сервисом в Кирове большие проблемы. Семь лет назад я впервые приехал в Киров, и мое знакомство с Кировом началось с банальности такси. Я все понял, что происходит в Кирове. Закончилось оно вечером, ужином в ближайшем кафе, и тоже стало все очевидно, что даже сравнивая с уровнем на тот момент Ижевска, тоже абсолютно не идеальным, но в Кирове были проблемы. Поэтому привоз такого спикера позволит многим бизнесам, которые придут на этот форум, переосмыслить свою стратегию. И, как вы, ну, для меня, безусловно, лестно сказали, что Железно задала какой-то новый тренд в области обслуживания клиентов, в области клиентского сервиса, в области клиент-ориентированности. Вот то же самое переосмысление, изменения могут начаться именно с этого форума у тех бизнесменов, которые придут на этот тренинг. Я в этом абсолютно уверен. Это сработало и со мной, и уверенность сработает со всеми, кто посетит этот форум и примет принципиальные решения стать лучшей компанией в Кирове, а может быть и в мире когда-нибудь. А вам-то зачем вот это вот сейчас делиться технологиями? Вы выходите на лидерские позиции как строительная компания. Сохраняйте тайну внутри, а вы сейчас эти знания... Конкурентам передадите. Не знаю, но наша философия, надо делиться и знаниями, и возможностями социумом, в котором мы работаем, поэтому мы будем только рады, мы ведь в нем живем. То есть мне хотелось бы, чтобы на уровне тех компаний, с которыми мы работаем, которые обслуживают нас как обычных потребителей, этот сервис был, ну если не мирового, то хотя бы федерального уже уровня. К этому все предпосылки есть, не хватает только знаний. Вот эти знания мы привозим в Киров, и лучшие спикеры, лучшие лидеры в этих областях расскажут о том, что делается в этой области в мире. Ну вот я обратила внимание на как раз мастер-класс Ицхака Одизиса, который он будет давать в рамках форума, так держать. Идеальный руководитель, почему им нельзя стать, и что из этого следует. И я как руководитель, конечно, поняла, что для нас, для руководителей мы всегда находимся в ситуации выбора. Нормальные, мне кажется, здравомыслящие, умные руководители всегда рефлексируют, даже когда окончательно принимают решение. Все-таки перед этим есть сомнения, правильно ты это делаешь, неправильно ты это делаешь, да, иначе невозможно никак, и ошибки свои нужно осмыслять. И иногда бывает такое, что, господи, ну почему, вот этот ушел там расстроенный, тут, значит, там обиженный, тут, может быть, я то сделал. Прекрасная совершенно лекция для руководителя, мастер-класс, вернее, даже для руководителей. Я ее, наверное, послушаю и на ночь буду как мантру после рабочего дня, что-то выносить для себя. Я надеюсь, что он мне даст такую полезную информацию. Для руководителей, которые давно у руля, это, может быть, уже собственная какая-то система формируется, а для молодых руководителей это особенно важно. Особенно важно Ицхак Адизис на форуме так держать, онлайн-мастер-класс, идеальный руководитель, почему нельзя стать, и что из этого следует? Кстати, онлайн-мастер-класс будет, да, он будет на связи. Надо уточнить, да, что Ицхак Адизис пока никуда не ездит, он только, он откроет форум онлайн на США, а остальные спикеры все придут лично. Это просто частый вопрос, поэтому я в специальном эфире это говорю, что все будут лично. Это обычная практика, онлайн-мастер-классы, вот на больших конференциях, когда... Это будет синхронный перевод, как это будет выглядеть? Да, это будет приедет специальная команда из Москвы за 500 тысяч рублей, там будут индивидуальные наушники, и люди будут работать еще накануне. Все как на больших... Ну, чтобы пояснить, что Ицхак Адиз достаточно пожилой уже человек, и достаточно сложно им перемещаться по миру, поэтому он будет онлайн. Но качество не пострадает. Качество не пострадает, мы это уже видели в Москве, то есть подобные тренинги уже были. У нас на связи Александр Варанкин, директор компании «Джулия Новорс». Александр Филиппович, добрый день. Добрый день, Александр. Здравствуйте, здесь Светлана Занько, да, и Вадим Шабалин, Алексей Обжерин, Юрий Захаров. Мы сейчас пытаемся разобрать историю с вот этим форумом, а так держать. Понимаем, что для Кировской области, для Кирова это такой первый формат образовательного, может быть, дискуссионного даже где-то бизнес-форума, потому что обычно мастер-классы без дискуссии какой-то не обходятся. Если ты воспринимаешь знания, которые тебе передают, ты имеешь право сомневаться и задавать вопросы. Но я знаю, что, я так понимаю, что вы и ваша компания тоже участвуют в этом форуме. Уверена, Александр Филиппович, что вы по всему миру уже побывали тоже на различных мастер-классах и форумах. Почему важно, чтобы в Кирове такие события, мероприятия появлялись? Ну и знаете, когда вот такие звезды, да, бизнесы, значит, такие мэтры появляются в Кирове, конечно же, это здорово. Даже вот сам факт, посмотреть там на видео вживую, послушать, как одежда, пусть онлайн, это такой заряд самая все-таки энергия. Такие семинары и мастер-классы, вот конкретно, если мы будем говорить о бизнесе, вот в вашей компании, Julian Overs, вы практикуете и только ли топ-менеджеры посещают такие семинары или сотрудники разных уровней? Ну, руководители отделов обязательно посещают, вот и сейчас, значит, ну, 4-5 человек от нас обязательно ребята поедут, послушают. Особенно те, кто занят продажами, особенно те, кто занят проектированием продукта, вот, кто занят сервисом, обязательно будут слушать. Ну, у вас и так гигантский опыт. Зачем вам еще один семинар? Учиться всегда, никогда не поздно. Ну, вот что вы ожидаете, я, естественно, это каверзный вопрос задаю, но что вы ожидаете от своих сотрудников, с чем вы их там посылаете? Все равно же вы их отправляете, не просто сходи там послушай, да, ожидается в дальнейшем какой-то эфи? Ну, вот чтобы вот это мы, да, когда ты делаешь хорошо свое дело, вот, деньги приходят сами, чтобы люди это все больше и больше понимали. Что главная цель, которую ставится перед собой в бизнесе, это не зарабатывание денег, да, это нести людям добро, нести хороший уровень услуг, продукта, самое, значит, вот в этом случае они деньги будут зарабатываться сами, что называется, да. Да, это еще Джим Коббинс этому учил. Так, кто из спикеров вам, представленных на форуме, особенно близок, кого бы вы рекомендовали, может быть? В нашей сфере это, конечно же, Джон Шоу. Потому что мы работаем в таком сегменте, где уровень сервиса имеет очень-очень важное значение. Опять про сервис мы тут заговорили. Все-таки, Алексей, вы видите, сервис чувствуется, что нужно подтягивать за нас. Ну и, собственно, что вы бы сказали тем людям, которые нас сейчас слушают, только ли бизнесу имеет смысл участвовать в этом форуме? Я думаю, не только бизнесу, следует поучаствовать и чиновникам от власти. Вот. Да, и чиновникам от власти. Потому что, по-моему, как раз, на различных уровнях власти с этим дела обстоят не очень хорошо. Видите, это намного лучше представлено. Прекрасные пожелания. Присоединяемся. Александр Филиппович, спасибо. Александр Варанкин, директор компании «Джулия Новорс» был с нами на связи. Прервемся на полторы минуты. Попытаемся сквозь эфир снова достучаться до Радислава Гондопаса. Ну и продолжим наш рассказ о предстоящем форуме «Так держать». Напоминаю, что он пройдет 6-7-8 сентября. А вот где пройдет после короткого перерыва? Радислава Гондопаса Юрий Захаров, соорганизатор и участник форума. Впервые в Кирове пройдет вот такой большой образовательный, я бы сказала, прежде всего, форум. Достаточно интересный, на наш взгляд, набор спикеров. А наши коллеги, которые здесь в студии находятся, утверждают, что просто звездный состав. И мы поэтому хотим познакомиться с каждым из тех, кто приедет к нам на форум, чтобы понять, что конкретно мы можем получить от мастер-классов, которые будут проведены первое от вашего мастер-класса «Эмоциональный интеллект» как конкурентное преимущество. И почему тем бизнесменам, чиновникам, просто заинтересованным людям, которые слушают наш эфир сейчас, имеет смысл принять в таком форуме участие. Во-первых, вы получите удовольствие. Это можно гарантировать. Уже хорошо. Что касается содержания, эмоциональный интеллект сегодня – это самая топовая тема, поскольку последние открытия в этой области показали, что важнейшим фактором мотивации, важнейшим фактором успеха, а важнейшим фактором построения отношений является именно эмоциональный интеллект, а не когнитивный, как прежде считалось. Умение управлять своими эмоциями дает человеку возможность поддерживать свою мотивацию, свою работоспособность, выигрывать в переговорах, поддерживать мотивацию других людей, проводить презентации, строить и поддерживать отношения, ну и так далее, и так далее. Тут список бесконечен. Но я буду сфокусирован на вопросах все-таки деловых, рабочих, карьерных, поскольку аудитория форума, в первую очередь, люди деловые. Поэтому мы будем говорить о эмоциональном интеллекте в аспекте конкурентного преимущества, если я оточусь на мотивации, поскольку сегодня квалифицированный работник не является конкурентным преимуществом, мотивацией является. Это сложная вещь и афересовая пята во многих командах сегодня. Абсолютно здесь с вами согласна, хотел бы я сказать здесь. И это касается абсолютно всех сфер бизнеса, и не только бизнеса. Мы вот здесь с коллегами сошлись во мнении, что нужно обязательно приходить и чиновникам, которым очень много сейчас вопросов, и они очень сильно, они всегда отставали от бизнеса во многих таких компетенциях. Не надо стесняться, надо здесь тоже прогрессировать, потому что общение с населением – их главная функция, и здесь интеллектуальный, эмоциональный интеллект, конечно, выходит на первый план. Радислав, скажите, пожалуйста… Не только поэтому. У бизнеса все понятно. Бизнес – успех. Бизнес определяется эффективностью. Эффективен все – успех. У чиновников другие законы, другие правила, и тут эффективность порой угрожает их карьере. Бывает такое, а бывает и наоборот. Ну, поэтому здесь эмоциональный интеллект будет им тоже интересен и уместен для них. Там другая механика. Поддерживать мотивацию, когда ты много работаешь, больше много зарабатываешь – это понятно, да? А в государственной службе все это по-другому. И поддерживать мотивацию сложнее. Ну, вы согласны, что им будет полезно побывать на таком мастер-классе? Потому что мне так кажется, что тренды, которые обозначают сейчас, в том числе и наши верховные правители, они все-таки указывают на том, что сидеть на месте, получая высокую зарплату, и не отвечать за те большие деньги, которые сейчас вливаются по разным программам, уже не получится. На вот вклады маленькие зарплаты. Как сказать? У нас есть с чем сравнить. Да, спасибо большое, Радислав, будем рады встрече. Я знаю, что 7 сентября в пятницу будет ваш мастер-класс. Надеюсь, лично познакомиться и с удовольствием. Да, я приеду. Я приеду, я сейчас в отпуске на Майорке. Ой, прекрасно. Набираюсь сил. Прекрасно. Приеду. Не растраченной энергии. Мы вас ждем. Спасибо. Радислав Гантапаз был с нами на связи. Вот еще один спикер, с которым мы познакомились. То есть, видите, даже некая дискуссия у нас состоялась по поводу эффективности чиновников, нужно им это или не нужно. Будет очень интересно посмотреть, кто придет из чиновника. Кстати, кто-то заявляется самостоятельно из чиновников или нет? Пока нет. Ах, понятно. Алексей, о месте проведения форума давайте поговорим, где пройдет, из чего будет состоять программа, насколько она будет интенсивная. Это будет драмтеатр «Самое сердце города Кирова» на Тетральной площади. Там 600 мест. Часто задают вопрос, можем ли мы заполнить зал. Я искренне верю, что у нас в десятки раз больше предпринимателей. Цены более чем демократичны на половину мест в зале. Состав спикеров топовый. Кормить будем с утра до вечера все три дня. Вечерняя программа заканчиваться будет очень поздно. Поэтому просто скажите своим родным, знакомым, сотрудникам, что вас не будет в городе. Потому что у нас вечером первый день до 7 часов, Игорь Риман заканчивает. Во второй день Даниил Гридин, номер один B2B маркетинги. Вот я бы тоже, если успеем, хотел бы сказать, какая связь с Писка Форбс и Даниила Гридина. Да, пожалуйста. Если будет интересно, скажу. Он будет до 9 вечера. И третий день тоже постараемся сделать до 9 вечера, хотя бы для части тех людей, которые в портер купят билеты. И вот что еще? Программа будет насыщенная. Каждые полтора часа будет полчасовой перерыв, будет обед. Еще раз скажу, кормить будем бесплатно с утра до вечера. Тут очень важно, что во время кофебрейков и обеденных перерывов работа-то не прекратится. На таких форумах она не прекращается. Вообще не продолжается. Это будет бурлящий улей, друзья. Все там перезнакомятся или просто встретятся друг с другом. Там будут завязаны деловые контакты. У нас предусмотрены активности. Я специально из Дилпитера учился по нетворкингу. Я не очень люблю еле выговаривать эти слова. Установление связей, друг другу быть полезными. Мы же все руководители бизнесмены. Работа по образованию и сети. Да, люди там перезнакомятся, познакомятся, найдут друг друга, кому что нужно. Самое неваловажное, мы хотим сделать, чтобы партнерские стенды, которые там будут стоять, не были унылыми. Они будут креативными. Вокруг каждого будет движуха. Мы уже сейчас с партнерами обсуждаем, у кого что будет находиться. И очень интересные стенды. Я такого не видал ни на одном форуме, чтобы именно так было все представлено. Потому что наша задача, чтобы партнеры не просто дали денег, а заработали на этом, монетизировали с теми людьми, которые там будут находиться. И тут как раз уместно, наверное, подключить как раз Юрия Захарова. Мы уже задавали, наводили на эту тему, Юрий Анатольевич, вас. Зачем вам это нужно? Потому что партнерство подразумевает также финансовые вложения. А там будет огромное количество и ваших конкурентов, ну и ваших возможных дальнейших партнеров. Тут установление вот этих связей какую роль играет? Объясните тем, кто, может быть, никогда не бывал на подобных форумах. Ну, безусловно, уникальная возможность познакомиться, причем познакомиться на хорошей эмоциональной там составляющей. Связи на таких форумах крепкие становятся. Вот даже с людьми, которыми раньше просто был знаком, становишься друзьями. Потому что есть же общая идея, да? Есть общая идея. Мы развиваем наш регион, Кировскую область, совместными усилиями. И от того, как эффективно будет получаться бизнес у наших коллег, ну, зависит наше общее будущее, наш город зависит. И если уж говорить про прямую конкуренцию, например, с нашими коллегами-строителями, я за то, чтобы наш город расцветал. Мы не можем делать свои проекты в вакууме, мы находимся в общей среде. Поэтому позитивные решения, позитивные идеи, которые появятся в головах наших конкурентов, они будут реализованы именно в городе Кирове. И это будет и наше удовлетворение тоже от этого процесса. Поэтому мы конкуренции не боимся, конкуренция подталкивает к развитию. Основная идея этого форума тоже развитие. Развитие, прежде всего, самих себя, своих интеллектуальных возможностей, интеллекта, знаний, умений, компетенций. И, в общем-то, действительно, это может быть большим взрывом. Мы на это очень надеемся. И, в общем-то, для меня идея основная этого форума это сделать такой большой бизнес-взрыв в городе Кирове для того, чтобы бизнес начал работать более эффективно. Наконец-то. Потому что мы все помним, как проходят у нас эти форумы предпринимательства странные, по остаточному принципу проходящие, куда приходят люди, которые друг друга знают непонятно с какими целями. Я согласна, что бизнес-форумы всегда должны проходить и с образовательными программами, и с дискуссиями очень мощными по потребностям, а не ради галочки. У нас есть еще три минуты. Давайте расскажем про Данила Гридина, о котором вы, Алексей, начали говорить. И завершим этот час. Какая связь с списком Форбса и Данила Гридина? Данила Гридина – это номер один в битвеме-маркетинге. То есть, что значит это бизнес для бизнеса? И вот он сам про себя в Минске рассказывал, что вот смотрите, есть список Форбс, 200 человек, самых богатых в России, и меня нет в этом списке, и моих клиентов нет в этом списке. Зачем же я тогда показываю вам этот список Форбс? А потому что все мои клиенты работают с этими людьми, которые в этом списке. Вот это первое. И второе, если позволить, я бы сказал, что меня больше всего удивило, вот на данный момент я в своих соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке выложил список тех, кто уже идет на форум, там перечень известных компаний уже достаточно внушительный, и я удивился, что, ну я думал, что будут брать по два билета некоторые, но чтобы по четыре, по шесть, по восемь и по семь билетов покупали компании для своих сотрудников, я не думал, я думал только руководители и предприниматели, но действительно люди вкладывают не только в себя, как руководство, но и сотрудников ключевых, это и обучение, это и мощнейшая мотивация для них. И конкурентные преимущества. Да, и вот сегодня пришло известие, что забронировали билет самый дорогой за 220 тысяч, хотя там начинаются 12 тысяч билеты, у нас еще раз наполовину зала, очень демократичная цена. За три дня. Да, за три дня. Работа интенсивная. И одна компания старательно пытается купить сами сотрудники по договору 10 билетов для себя. То есть, как бы это интересный факт, вот сейчас идет процедура. Вот она, мотивация. Итак, 6, 7, 8 сентября в Драмтеатре бизнес-форум «Так держать» три дня интенсивнейшей работы с очень известными, самыми известными бизнес-тренерами в различных властях. Ицхак Адизис, онлайн-мастер-класс «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать? И что из этого следует?» Владимир Моженков, мастер-класс «Семь вершин» для результативного руководителя Игоря Манн, лидер в маркетинге, обучающих программах по маркетингу в Российской Федерации «Как продавать клиентов больше, быстрее, чаще и дороже». Алексей Обжерин со своим мастер-классом «Как поднять личную мотивацию, мотивацию сотрудников без дополнительной оплаты». Радислав Гондопас, он был с нами на связи. Мастер-класс «Эмоциональный интеллект. Как конкурентное преимущество». Алексей Макаров, мастер-класс «Как управлять бизнесом, если предприниматель устал». Вот ведь еще тема, это хорошая очередь. Очень серьезная тема, на самом деле, да. Конечно. Даниил Гридин, мастер-класс «Как зайти к любому директору в кабинет в любой точке России». Ой, это прекрасно. Вот сюда, пожалуйста, всех чиновников, топовых особенно. Пусть учатся. Кто еще двери не открывает в министерствах больших. Ради бога. Джон Шоул, мастер-класс «Первоклассный сервис. Как конкурентное преимущество». Мы тут все сошлись, что на это нужно сделать акцент. Тут пока не решено еще. Ну и, возможно, у нас будет еще один звездный гость. Большая фигура творческая, российского масштаба. Да, но мы можем озвучить с кем-то переговоры. Пока нет, переговоры идутся параллельно сейчас. С несколькими, с несколькими, да. Это еще будет дополнительная история, но мы о ней в эфире расскажем, если она состоится. Увидимся на этом форуме. Я надеюсь, что он закончится тем, что будут заключаться контракты. Я надеюсь, что он закончится тем, что будет больше какого-то единения, понимания, содружества и продвижения региона. Самое главное, да, экономическое наше развитие, социально-экономическое, оно приобретет мощный новый импульс. Хороший опыт. Мы посмотрим, будем наблюдать. И, наверное, надо будет проанализировать итоги, когда это все состоится. Можно будет пригласить людей на сайт такдержать.рф, чтобы они посмотрели программу внимательно, да? Нужно. Конечно. Спасибо. Приглашаем. Такдержать.рф. Алексей Обжерин, Юрий Захаров. Первый час разворота на Бернес завершен. Во втором часе будем говорить о цифре в регионе. Редактор субтитров А.Семкин